Митинги в это воскресенье показали, что протестная активность в России никуда не делась, уверены европейские эксперты. Несмотря на попытки властей подавить протест при помощи силовиков, перекрытие площадей, массовых задержаний и уголовных дел, россияне по-прежнему готовы выходить на улицы. Политологи особенно отметили жестокость, с которой российские силовики порой подавляли протесты в некоторых городах, в том числе применение электрошокеров против протестующих. Жестокость силовиков означает, что руководство страны хочет, чтобы действия полиции устрашали и пугали, чтобы люди, которые сочувствуют протестам, не вышли на следующие акции. Но российской полиции надо следить за тем, чтобы не действовать против демонстрантов слишком жестко, потому что это могло бы подогреть эмоции и усилить протестную волну, вместо того, чтобы заглушить ее. Очевидно, что власти боятся демонстрантов. Они беспокоятся, что протестующие попытаются повторить опыт из Беларуси и проводить митинги каждое воскресенье или каждые выходные. В ответ российское правительство решило показать свою власть, а не готовность вести переговоры с участниками акций протеста. Сравнения протестов в России и Беларуси неоднократно возникали в европейской прессе. С этим согласны не все эксперты. Российская полиция, по крайней мере пока, не действует так жестко, как белорусские силовики, особенно в начале массовых протестов. И есть еще одно важное различие, считает Эберхард Шнайдер. Главная разница состоит в том, что требования протестующих в Беларуси политически сформулированы точно. Они хотят новых выборов, и это ясное требование. Проблема демонстрантов в России состоит в том, что они не выдвигают конкретных требований. Да, они хотят освобождения Навального, но не все выходят из-за него на улицы. Они в целом недовольны властью, системой, стагнацией. Думаю, что протестному движению в России нужны конкретные политические требования. Герхард Мангат согласен со своим коллегой в том, что арест Алексея Навального вовсе не является единственной причиной массовых демонстраций в России. Поэтому протестующим стоит яснее заявить о своих целях. Конечно, Навальный стал символической фигурой для протестов, но у многих протестующих к нему двоякое отношение к его политической позиции. Однако они протестуют против проблем, которые скрывает Навальный, а именно государственной коррупции, круговой поруки, спады экономики. Оба эксперта уверены, 2 февраля возможно состоится ключевое событие для протестной активности — суд над Алексеем Навальным. И от действий властей во многом зависит, повторятся ли массовые демонстрации уже в ближайшее время.